Но побыстрее надо действовать. Я думаю, что это уже прекрасно поняли. Астанчане не у каждого звена просто. Получается и будет получаться этот быстрый выход. Ну вот, пожалуйста, лидеры. И момент возник. 1-0! 1-0! Кёртис Волк! Вот видите, выбежали из обороны, быстренько проскочили в среднюю зону, но и лопнула оборона Металлурга, потому что у Волка, во-первых, было очень много пространства, а во-вторых, у него был, в принципе, и вариант сделать точную передачу. Вот, смотрите, в магнитокорте 4 человека сваливаются на один борт, и никто из этой четвёрки не держит Волка. А Хульстрим откатывался немножечко назад, чтобы придержать в случае чего якобы лилью. То есть это сознательное решение Хульстрима оставить Кёртис Волка на откуп своему вратарю Юхи Олкиноре. Но Олкиноре не справился. Борис открывает счёт. Но тут же важно ещё и смены не переигрывать в этот второй период. Когда ты контролируешь шайбу, да, всё ок, всё нормально. А когда она у соперника? Это уже чуть по-другому. 2-0! Фретин! Вот так играет Борис сегодня. Борис сегодня не прощёт, а только так с этим Металлургом, который разыгрался, который не собирается останавливаться, который забирает шайбу себе и играет много в атаке. Ну, соответственно, Борис играет мало в атаке. Чтобы обыграть такого соперника, необходимо дорожить своими моментами, что и делает Клоп из Нурсултана. Потрясающая реализация. Ну, конечно, надо говорить о том, что не всё забил Борис, были и другие эпизоды. Но вернички-то уверенно кладут. Второй гол Фретина. Коди Куник бросил, а Алкинора отбил перед собой. 2-12. В раме сегодня можно положить. Маэр. И так постепенно, соответственно, у атакующей команды такой комплекс вырабатывается. То есть понимание того, что абы каким броском этого товарища не переиграли. А так, а так можно. Караселёв 2-1. Большинство реализует металлок на этот раз. Ну, раскатали. Развезли. Вот это действительно разыграли лишнего. Хорош Никита Караселёв на чужом пятачке. Причём ведь разные бывают хоккеисты, которых вот там на пятаке выставляют. Ну, хвали функционала. Кто-то просто едет туда закрывать обзор киперу. Кто-то едет закрывать и корректировать огонь. А есть такие нападающие, как Караселёв, которые и закрывают, и могут скорректировать, и вовремя отскакивают под возможный пас. И здорово завершают. Руки у него отличные. Нашёл место для своей клюшки на пятаке. 2-1. Хуль срём. Вот бросок Алкинора. Там вытанцовывает. А шайба не прижата. Гол. Невероятно. Невероятно. И вот эти вот танцы и пляски не помогли Алкиноре. Не знаю, может быть, Воробьёв и поменяет сейчас Фина. Что-то вот как-то не идёт. Бросков этих не сказать, что уж очень много. И шайбу не смог поймать. Да, она подскочила в воздух. Но Алкинора махнул мимо. Тут от конька Николенко. Потом от клюшки Алкиноры. Фрэнтин вмешался. Фрэнтин вмешался. И последнее касание совершил Коди Куник. Вот, смотрите. Проткнул вратаря. 3-1. Борис возвращает себе преимущество в два гола. Последнее время на втором периоде. Корей. Корей. Дальний метил. Так уже присаживался на стульчик. Вкладывался вот в этот кистевой бросок. Прям вдавливал шайбу в лёд. Для хорошего запаха. Чибисов, гол. 3-2. Металлург свою задачу выполняет на концовку этого второго периода. Ну, вот точно так же забрасывал свою шайбу в эти же ворота Кёртис Волк в первом периоде. В принципе, та же комбинация со скидкой на борт. Но у Бориса-то больше народа было в середине. Просто вот здесь вот Савицкий не успевает. И Чибисов корпус посадил. Кстати-ка, у него запас. Альченко хранял Мае. Ну, тут ловкость рук, никакого мошенничества. 3-2. Андрей Чибисов забил в Нурсултане. Победную. Сегодня он забрасывает пока очень важную шайбу для Металлурга. Голдобин. И перевел Мае в упор. Забирает подбор Коростелев. Мае. Земчонок. Гол. Гол. 3-3. Магнитка просто рассверепела. Да все понимает Юрий Владимирович. Конечно, он предупреждал, что будет натиск Металлурга. Главное не повторить события начала матча, когда Металлург пошел вперед и прижал Бориск. Только тогда Металлург не забил. Но это же не будет продолжаться и вечно. Артем Земчонок. Первая шайба. И разулыбался Яковлев. Ну, Земчонок это второй защитник Металлург, который в этом сезоне сумел отметиться заброшенной шайбой. Четыре на четыре. Минулин. Вот четыре на четыре сегодня еще не играли. Новый формат для сегодняшнего матча. Уф. Бол. 4-3. Это Лайпсик вогнал. Выскочил там из-за спины в касание. Макс Мусоров переживает. Смотрите, как он открылся под эту передачу. Ну и в большом порядке. С неудобной отдал. Просто король. Всё. Всё. Сайд-салли. Сicular. Сécнику.